Две республики, Карелия и Беларусь, решили искать новые направления сотрудничества, а именно подключить к работе людей интеллектуального труда, аналитиков и экспертов. Впервые в Карелии проходит выездное заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики. Сразу же после заседания в сотрудничестве наметился прорыв. Так, премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик заявил, что необходимо меньше говорить и скорее переводить работу в практическую плоскость. Экономическим сотрудничеством сейчас не удовлетворены ни Карелия, ни Беларусь. Товарооборот снизился. При этом интерес есть, но не хватает информации. Мы ничего не знаем друг о друге, говорят представители Карелии и Беларуси на протокольной встрече. У нас очень низкий уровень аналитики. То есть мы фактически не занимаемся серьезным анализом того, что мы могли бы делать вместе. Потенциал по всем направлениям сотрудничества должен быть увеличен. Как, пытались понять уже на большом заседании, где собрались представители от России, Карелии и Беларуси. В числе приоритетных направлений развития – микроэлектроника, робототехника, искусственный интеллект, работа в области больших баз данных – нефтехимия. Для того, чтобы все это было, необходимо пригласить экспертов. Сейчас главная задача, чтобы, как говорится, интеллектуализировать наше сотрудничество, пригласить как можно более профессиональных экспертов к аналитике. С большим значением мы продаем как раз интеллектуальной элите и Карелии и Беларуси. В свою очередь представители карельского правительства согласны, что те наработки в науке, которые есть, наши республики не используют. Кроме того, премьер Александр Чепик заинтересовался успехом белорусов в сельском хозяйстве. Я считаю, интересный тот опыт, который используется в Беларуси, когда государственные компании эффективно управляют сельским хозяйством. Подытожили все тем, что необходимо меньше говорить, а больше делать. Как мне кажется, наша главная задача – не говорить просто какие-то вещи, которые просто прозвучат как слова о том, что мы о чем-то поговорили, но ни о чем не договорились. Надо приводить нашу работу в некую практическую плоскость. Мы должны определить ответственных лиц, определить сроки, определить пути решения. Похоже, сотрудничество идет правильным путем. Переосмысление отношений Карелии и Беларуси началось. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова